С 9 сентября в городе фиксируется минимальный прирост случаев новой коронавирусной инфекции. То ли мы стали аккуратнее, то ли COVID-19 сдает свои позиции. На сегодняшний день больных у нас 48 человек. В Екатеринбурге 4 человека лечатся. В инфекционном отделении 23, амбулаторно 21 человек. Выписано всего сначала заболевания 179 человек, всего заболевших 227. Пока цифра сохраняется. На сегодня на 9 утра. Обследовано всего человек 4642, получен анализов 4449, положительных 227, отрицательных 4222 анализа. Пока готовился этот сюжет, статистика заболевших COVID-19 дополнилась еще одним именем. Таким образом, в Полевском на сегодняшний день выявлено 228 случаев новой инфекции. Параллельно с борьбой с коронавирусом в городе начинается и профилактика против гриппа. По степени распространения и опасности это заболевание сравнимо с COVID-19. Медики считают, что микс этих инфекций недопустим, а значит вакцинация это единственный способ защитить себя от болезни и коварных последствий. Получена вакцин у нас всего по гриппу 8289. Привита на 12 число у меня информация. Взрослых 254 человека, детей 1677. А в процентах это сколько? 4,6%. Следующий вопрос штаба это организация работы образовательных учреждений. На сегодня детские сады посещают 2793 ребенка, что составляет 67% от общего числа. Школы работают на полную мощь. По школам заболеваемость по ОРВИ у РЗ 6,5% не критично. И 21 ребенок контактный в целом по детским садам и школам. В этой связи хочу еще раз попросить об ответственном отношении прежде всего взрослых, родителей, лиц их замещающих к здоровью своего ребенка, когда направляют его в детский сад или в школу. За состоянием здоровья дошколят и учащихся школ сегодня следят особенно бдительно. Из-за пандемии коронавируса в детских садах и образовательных учреждениях каждое утро измеряют детям температуру. Стоит сказать, что это распоряжение санитарных врачей, принятое к исполнению педагогами, нравится далеко не всем родителям. Родители категорически против термометрии на входе. Еще раз объясняем, это не медицинская манипуляция, это мера профилактическая. Более того, измерение температуры происходит бесконтактным способом, бесконтактным термометром и призвано обеспечить непопадание ребенка с повышенной температурой в организованный коллектив. В противном случае, объясняем родителям, эта мера нам продиктована санитарными нормами и правилами от 30 июня, школы обязаны подчиниться этим санпинам. Они выполняли и будут выполнять эти санпины до 31 декабря. У родителей, в свою очередь, есть альтернатива написать заявление перейти на семейную форму образования до 31 декабря 2020 года, если уж действительно категорически против этих мер. Стоит сказать, что пока никто не согласился перевести своего ребенка на семейное домашнее образование. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.